Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать на мой канал! В этом мастер-классе я покажу, как из полимерной глины Фимы с эффектом кожи создать нежную весеннюю брошечку. Но прежде чем приступить к работе, я хочу познакомить вас с замечательным человеком. Ее зовут Надежда. У Надежды свой канал на Ютубе. Называется он Мадам Плюшкина. В своих видео мастер дает полезные лайфхаки, делится секретами изготовления подарков, подарочных упаковок, предметов интерьера и многого другого. У Надежды большое количество мастер-классов, в которых она рассказывает, как дать вторую жизнь старым, уже никому не нужным вещам. Например, как сшить сумочку из старых джинсов. Кстати, на ее канале очень много уроков по пошиву оригинальных сумок. Так что заходите, смотрите и подписывайтесь на канал Мадам Плюшкина. Ссылку на канал я оставлю в описании под видео. А мы приступаем к работе. Беру глину FIMO с эффектом кожи, белого и ягодного цвета. К белой пластике добавляю небольшой кусочек глины ягодного цвета. Моя цель – получить нежный розовый оттенок. Очень хорошо разминаю пластику, чтобы эти два цвета смешались. Надо отметить, что по сравнению с обычной пластикой, цвета глины с эффектом кожи смешиваются достаточно тяжело. Здесь сказывается необычная фактура глины, ее рыхлость и зернистость. При смешивании двух цветов в продолжительное время очень четко видны вкрапления более темного цвета. Приходится долго разминать пластику, чтобы убрать эти вкрапления, и цвет стал однородным. В итоге у меня получился вот такой нежный оттенок. Из глины этого цвета раскатываю тонкий пласт. У меня это восьмая толщина паста машины. Теперь беру формочку в виде цветочка. Размер этой формочки 4 сантиметра. С помощью нее вырезаю 5 цветочков. Незапеченная глина с эффектом кожи режется достаточно тяжело. Для этого нужно приложить некоторые усилия. Теперь беру лезвие и прорезаю каждый лепесток вот таким образом, не доходя до центра. Для удобства предварительно можно наметить линии, по которым будут производиться срезы. Теперь беру нежно-розовый кусочек пластики FIMO SOFT, катаю из него шарик, в шарик вставляю зубочистку и отправляю его запекаться. После того, как шарик запекся и остыл, вынимаю из него зубочистку, наношу на нее суперклей и вклеиваю зубочистку в шарик. В центре каждого цветочка делаю отверстие. На нижнюю часть шарика наношу FIMO GEL. Беру первый цветочек, надеваю его на зубочистку и начинаю приклеивать лепестки к шарику. Приклеиваю первый лепесток, второй лепесток пропускаю, вместо него приклеиваю третий. Четвертый лепесток пропускаю, вместо него приклеиваю пятый. Затем приклеиваю второй лепесток, четвертый и шестой. Теперь беру следующий цветочек. Надеваю его на зубочистку, и приклеиваю лепестки цветочка по такому же принципу, что я приклеивала лепестки первого цветка. Теперь беру третий цветочек. Надеваю его на зубочистку, складываю лепестки таким образом, чтобы каждый последующий лепесток ложился на предыдущий. Третий ряд лепестков слегка прижимаю ко второму ряду, но не прижимаю их так сильно, как я это делала с первым и со вторым цветочком. Теперь беру четвертый цветок и располагаю цветочек таким образом, чтобы его лепестки оказались в шахматном порядке относительно лепестков предыдущего цветка. Теперь надеваю на зубочистку пятый цветок. И также располагаю его лепестки в шахматном порядке относительно предыдущего ряда лепестков. Лепестки пятого ряда чуть-чуть отгибаю вниз. Отправляю цветочек запекаться. Беру полимерную глину FIMO с эффектом кожи оливкового цвета. Раскатываю небольшой тонкий пласт. У меня это все та же восьмая толщина паста машины. Каттером вот такой формы вырезаю две детали. Вырезанные листочки и кружочки отправляю запекаться. Тем временем запекся и остыл наш цветочек. Посмотрите, насколько гибкими получились его лепестки. С помощью кусачек убираю лишнюю часть зубочистки. Когда листочки с кружочками запеклись и остыли, беру пилочку и с помощью нее убираю все неровности, которые мне не удалось срезать кактором. После этого протираю все детали влажной салфеткой. Приступаю к сборке брошечки. К обратной стороне цветочка приклеиваю листики. Теперь мне понадобятся готовые тычинки. Складываю их пополам. На ниточки наношу клей и жду, когда клей высохнет. Так тычинки не будут распадаться и их можно будет легко приклеить к цветку. На обратную сторону цветка наношу клей и приклеиваю к нему тычинки. Эти тычинки будут имитировать веточку мимозы. На один из кружочков наношу суперклей и приклеиваю его к обратной стороне цветка. Ко второму кружочку пришиваю застежку для брошки. Кружочек с застежкой приклеиваю к обратной стороне цветочка. Брошечка готова. Творческих вам успехов и до новых встреч!